Всем доброе утречко! Сегодня 16 декабря и меня кто-то пытается взломать. Со вчерашней ночи приходят сообщения на телефон, на фейсбук, на почту обычными смс-ками предложение сбросить пароль на инстаграм аккаунт JessLifePets и VikaCode. Я не знаю, сколько уже попыток было, мне приходит всё время. Очень жаль, VikaCode, что вы не можете войти в инстаграм. Мы можем помочь вам восстановить доступ к вашему аккаунту, войти как VikaCode. Также вы можете сбросить свой пароль. Приходили сообщения пол первого ночи. JessLifePets, очень жаль, что вы не можете войти в инстаграм. Мы можем помочь вам восстановить доступ к вашему аккаунту. Кто там это пытается сделать? Ну я же не совсем того, чтобы нажимать. Да, я хочу восстановить доступ к своему аккаунту, чтобы вам пришёл какой-нибудь там код или ещё что-то. Артёма покормила, собрала я ему сумочку с едой и он поехал на работу. Пошёл, вернее. Сяду, смонтирую вам в ложек на сегодня и буду ехать на тренировочку. Тренировка у меня сегодня, возможно, затянется, будет длинная, потому что потом ещё девочки должны приехать, другие потренироваться. И хотим сегодня вечером съездить с Артёмом в магазин, плед посмотреть ещё раз. В эпицентр сегодня съездим. Представляете, я не опоздала и я первая пришла. Бывает же такое, даже подумала, может, я время перепутала? Нет, я вовремя. А, да, я в спортзал наш пришла. Вот наш спортзал. Кто не знаком, знакомьтесь. Это спортзал студии танца Эш. Находится он на Любаве, вернее, на территории Любавы. Такой жёлтенький козырёчек и спуск вниз в подвале, короче. Всё, мы позанимались. Сейчас еду уже домой. Заеду, заберу Артёма с работы. И поедем в эпицентр. Алё. Кто ещё раз? О, давай. Эээ, шубу. Нет, котлеты ревные у нас тоже есть. Хорошо, давай. Я зашла в магазин, скупилась. Артём сейчас звонил, говорит, есть дома шуба. Хочешь, принесу, пронеси. И рыбные котлеты. Рыбные котлеты у нас тоже есть. Никак не доедим. Так вот, Артём поехал на машине домой. А мы тут все очень близко живём. И работает он близко. Обычно он идёт на работу пешком. 5 минут. И домой пешком. Потом же тоже 5-7 минут. Но так как я ехала, дала ему машину, чтобы он быстрее смог вернуться. Он сейчас переоденется и едет сюда. Я сейчас тоже поем. Выставлю влог. Сделаю превью. Сегодня не успела до тренировки выставить влог. Я его только успела поставить на загрузку. Он уже загрузился. Сейчас мне нужно сделать превьюху и выставить. А время уже с 10-4. Хочу сегодня вечером приготовить жульен. Купила куриное филе. Купила грибы. Вот такие. Сливки нам понадобятся для жульена. Жирные самые. Блин, такие сливки дорогие. 77 гривен. Вот это вот. Вот. И купила сыр. Ещё нам понадобится лук. И будем готовить жульен вечерочком. Так что присоединяйтесь к нам сегодня вечером. Будет вкусно. Артём купил какой-то авокадо красным. Ну, так он называется. Шкурка такая с розовым оттенком. Пахнет вообще по-другому. Более яркий запах. Мне кажется, и вкус будет. Получше. Ну, я не знаю, по-лучше или нет. Выразительнее, мне кажется, будет. Ну, пахнет авокадо или чем-то другим. Ну, понюхала. Авокадо пахнет. Ну, просто авокадо обычно не пахнет. Травой пахнет. Мне надо так тук. Херок. Так случилось. Артём сказал такое самое. Такое же самое. А мне вкус поярче и очень вкусный. А вы же авокадо. Да? Если ты тоже любишь авокадо, ставь лайк. А если нет, то купи шоколадку. Кстати, о шоколадке. О, извините, ничего влога не было. Еще влог сегодня не вышел, поэтому ему еще никто ничего не сказал. А вообще все мало. Вообще просто класс. Забрала бумажку с почты только что. 26 декабря нас отключают от электричества. От электричества полностью. Всю мою квартиру. За долги за год. Представляете? Хотя долгов у меня нет. И я сейчас буду звонить, разбираться. Проверила по счетам. У меня все оплачено. Но почему-то пришла такая квитанция со всеми печатями. В общем, угрожающе. Типа я с января по октябрь не платила за электроэнергию. Офигеть просто. Просто класс. Когда я сдаю показатели счетчики ежемесячно, я оплачиваю. Это как? Что делать, Артем? Что, звонить и разбираться? Это мне сейчас будут спрашивать номер. Мы пришли в эпицентр и вспомнили как раз, что нам нужно еще под овощи какую-то коробку. Выбираем. Потому что у меня на кухне прямо на полу под подоконником лежит лук, морковка. Ну, то, что можно хранить не в холодильнике. Мне вот это нравится. Картошка. О, да. И нужно что-то вот такое вот небольшое с закрывачкой. Так, вот у нас вот такие варианты. Коричневый можно, можно белый. Наверное, коричневый, потому что... Практично. Да, вот это будет пачка все. Я не люблю, конечно, темное. Я люблю светлое все. Я люблю темное и светлое в сочетании. Ну, хорошо, только не коричневое, а черное люблю. Есть черное? Вот, смотрите, есть все такое. Что там ломаешь уже? Много в жизни потерял от того, что рост там мал. Пойдет, пойдет. А этот чем не такой был? А этот с витрины. Мы выбрали другую коробку. Мне плетеная не нравилась. Теперь мы ищем опять плед. Ну, а перед пледом больше стало. О, да. Все-таки тут? Нет. Тут же был. Давай. Я сейчас так поворачиваюсь и беру 10 копеек. Так спиной бросаю, которые попадают, кто-то берет. Давай. Смотри, чтобы там какой-то будет. Все? Да. А давай так раз. С закрытыми глазами. Да? Давай. Кидаем. Я не видела. Я только слышала. Еще раз. Давай я сюда стану. Так. Ты там не крутись уже. Все, встань ровненько. Да, вот так вот. Закрывай глаза. Давай. Вот в этот попал. Дом оптики на Хрэшчатику 200. Давайте дружить до мамы. Ну, блин. Я не уверена. Договор дружителей. Посмотри, посмотри. Вот какой серенький. Мне не нравится этот. Да нормальный, блин. Да ну, в цветочек. Ну, Артем. Ну, вот еще есть, смотри. Ну, это уже серый опять. Блин. А, белый. Белый хочу. Белый с черным и курицами. Нет. Только детский. Какой-то дешевый сон. Вот полностью. Белый полностью. Он маленький. А, нет. Не, маленький. 150 на 200. Мне надо вот такой размер. Нет. Как полотенце. Да, это как детский этот. В детскую кроватку. Я, конечно, понимаю, не знаю, но мне надо тоже не степить. Зеленый. Я люблю зеленый. Фу. Желтый. Нет. Что это за пупырышка? Еще меньше, чем этот. Восьмый раз загоняем. Спасибо. Это две белые и классные. О! Да? Это уже поближе. О! Только же оно стоит? 700 ривен. Да. Да. Дорого. Я нашел. Не плачь, Манюня. Хоть и стоит миллион. Шучу. По размеру. 20 на 240. Оно? Белый большой плед. Мягкий. 220 на 240. Да. Все. Оливье. Ух ты, стараяненькая уже. Ты падает просто плед. Маша, звони. У меня есть белый красивый плед. Теплый. Большой. Ого, громадина какая. Вот это плодочка такую, да? На острова ездит. Было бомба. А сколько же это метров лодка? Вот это? Да. А тут написано. 5, да? 360. 360? Да. Это большая сила? Ну, слушай, я говорю, 3,3 на 3 сантиметра меньше. Попал в свою стихию. Вот та беленькая, да? Да. Красивая, да. 3,3. Счастливое лицо, вы видите? Да. У меня теперь есть белый большой плед. И коробка на кухне. Если мне не понравится... Я тебе его обрежу. Нет, я... Я холодно. Я не буду признаваться, если мне не понравится, честно. Я тебе холодно его пощу. Я подозреваю, что он может быть большим. А ящичек, наверное, будет маловат. А я же говорила, но мне не нравятся плетеные. Ну, плетеные мне не нравятся, он мне мулиет глаза, понимаете? Оно мне вот надоедает. Мне нравятся простые формы. Вот. Ну, вот. Как это называется? Консерватор. Консервативный вкус у меня. Я пришла на место водителя, да? По привычке. Вот такой я консерватор. Что сделаешь? Ящик для картошки тут подбирай. Ну, конечно. Что вот это такое? Мы купили шоколад. Гадости. Я с тобой шоколада стал больше есть, чем раньше не ел. Ммм. Покажи. Коричневые. Да нет, название покажи. Да я... Реклама какой-то... Попо-попо. Артем начал составы читать. Он, наверное, никогда состав не читал. Состав сахар, ядро араховича, ржарина, подтока какао, порошковое, ароматизатор, шоколад, масло, подсолнечник. Написано на русский, я читаю по-украински. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, какой-то, глазурный агент, воск. Воск? Пчелиный. Все. Все, понятно. Упала конфетка. Не, не пау ничего. Падала, падала. Алло. Я на что? Все, я уже переезжаю. К нам пришлось уехать, потому что Артема клиент на работу подъехал. Срочно. Приехали к Артему на работу. Он пошел показывать резину. Уже пришел. Ты так быстро. А я хотела почитать комментарии. Ну, читай. Я хотела вслух почитать, но теперь... Давай я постою. Дома можем почитать. Или читай тут. Да ладно, поехали домой. Я же хочу жилье готовить. Серьезно? Ну да, я же тебе оврила. А, я тебе не оврила. Я им оврила. Мы узнали раньше, чем Артем. Положите. Подожди, правильно вот так. Мне нравится, приятный. Да? Ну, дотик хороший. Да. Можно на нем делать массаж. О, я думал, что я хочу. У вас все это силы есть? А что ты больше хочешь? Массаж или жильен? Конечно, массаж. Зачем не ваш жильен? Тем более, конфет наелся. И кто такой жильен? Я его не знаю. Вот за три как хорошо на беленьком. Да. Я хочу белые обои. Белую стену хочу. Давай перекрасим. Купим караску. Водуэмульсионку. И покрасим. С вами? Да. А что его тут красить? Картины сняли, кровать отодвинули. Как два пальца об асфальт. Покрасили. Давай. Да, если понравится, потом всю квартиру перекрасим в белый. Нет, давай не будем пробовать. Всю квартиру придется перекрашивать. Давай тут покрасим. Посмотри, я так люблю белые. Ну, тут покрасим, а потом решим, да? Угу. Когда будем красить? Ты сначала концерт свой проведи, потом будешь говорить. Боже. Я ничего не успеваю из-за этого. Еще нужно завтра пойти рекламу, афиши распечатать. Придумать какой-то макет. И будешь хотеть их расклеивать? Да не, ну, на концерте там, ну, приклеить. И у нас на любая две бумажки надо. И в соцсетях нужно для соцсетей. Какую-то, чтобы все репостили. А вы хоть придете к нам на концерт? Я тоже буду танцевать. Шучу. Ты смотри, а то у меня уже идея. Да? Да. Постановку. Лебединое озеро. Представляет, такой волосатый весь. В пачке. В трико. В трико, да. В белом. У меня два кони, три. Так, не снимай, мне так близко, я комплексую. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. И как вот это все вмести сюда? С пакетом ложить или без? Да, с пакетом. Ну, пока вот. Артем принес картошку от родителей. О, ничего себе. Я думала, оно вообще сюда не влезет. Ну, все, картошка, по крайней мере, уже спрятана. Со следующей зарплаты покупаем еще один ящик и ставим сверху. Все, мы навели, наконец-то, порядок вот в этом углу. А бар переместился вот туда. За здоровый образ жизни. Но у нас есть бар. Да, по праздникам изредка. Да. Потому так много. Мы начинаем и не заканчиваем. Не пейте, не курите, занимайтесь спортом, меньше висите в телефонах. Открой. Мы просто на каждый праздник что-то новенькое пробуем. И потом оно так и остается начатыми, незаконченным. Да, дегустируем. Да, и получается, вот этот бар наш, ну, теперь мы его переместили. А Артем сказал, не хочу жульет, хочу сегодня массаж. Поэтому так на голодный желудок и будем массажировать Артему. У меня тут романтик. Романтик. Очень классные свечки. Мы выбираем фильм из тех, которые вы нам написали в комментариях. Какие ты уже посмотрел? Ну, какая я там купалась? Я посмотрел Салют, посмотрел... Трейлеры, да? Да. Неужели это не романтично? И не романтично, чисто случайно, комментарий нашел. Вот неплохой фильм. Называется «Красотка на всю голову». А, я видела «Красотка на всю голову». Да, смешной, но я его видела. Ну, а что-то там салют ты говоришь? Салют про космос. Там ты будешь плакать. Не, не хочу плакать. Нет, тебе такое не понравится. «Дорога домой» там про собаку тоже я знаю этот фильм. Ну, как бы я не видела, но я не хочу. Я знаю, что я буду тоже плакать и рыдать. Проснемся вместе еще, я не смотрела. Проснемся вместе. Это какая-то романтическая, наверное, романтика. Наверное, тоже там надо будет плакать. Я очень сентиментальная. Я все время плачу. Я смотрела, посмотрела сериал «Папик». Смотрю днем, когда готовлю или мою посуду ставлю. Там короткие серии. Такой классный сериал. Я просто получила массу удовольствия от этого сериальчика. Кто не смотрел, посмотрите. И на последней серии я тоже плакала. Там такое все сентиментальное было. Я прямо обрыдалась. Всю серию рыдала. Прям с самого начала до самого конца. Пассажири еще 2016 года. Все, глянем. Смотрю «Будыночек на счастье». Тоже вроде бы там закончили серии. Я первую сезону построила, а вторую не могу найти «Будыночек на счастье». Будем смотреть «Пассажиры». Это про космос. Сейчас Артем ложится вот так поперек кровати. Я включаю фильм. Он смотрит фильм. И я смотрю. Только я буду во время фильма делать массаж, а ты будешь просто обалдеть. Да. И про космос и массаж. Что может быть лучше? Да. А потом, наверное, еще пойдем что-нибудь будем добывать, кушать. Можем чай. У нас есть там сырок, еще половина чай и с маслом. А завтрак и с тебе кушать на работу, что ты? А что там, котлеты еще есть и рыба. 105-й день у нас на ужин рыба, на завтрак рыба. Ну, кто же тебе виноват, что ты столько рыбы принес? Просто жалко свежую рыбу замораживать, потом размораживать и жарить. Согласен. Посмотрите, как красиво. Вы не поверите. Мы посмотрели фильм. Пассажиры. Фильм классный, понравился. Время сейчас 23.11. Ну, конечно же, мы захотели поесть, потому что мы не ужинали. Знакомьтесь, бутерброд 4 сыра состоит из хлеба цельнозернового, сыра, который мажется на хлеб, сыра пармезана, сыра российского, сыра плавленого, колбасы и авокадо. Вот что я вам скажу, ребята. Артему, наверное, сегодня не скинули, где шоколадка, поэтому он уже лег спать, а шоколадка не найдена. И что там тебе, твои любимые подписчики? Они скидывают скрин, и говорят, шоколадка там, мы Вику любим, передайте ей привет. Ты узнал это место? Я же зашифровала в этот раз. Зашифровала, но я когда, помнишь, одни фильмы с Калином? Я сел за одно место и думаю, что оно тут делает, что оно тут стоит. Ну иди доставай. Я в трусах. Я не буду снимать твои трусы. Кому они надо? У меня красивые трусы. Я уже так шифрую, так шифрую. Ну да, чашка на колонке, но она, кстати, там давно стоит. Да? Да. А я что-то сегодня тебе серьезно говорю, обратил внимание. Я там улитку на ней снимала. Та-дам! Ну все. Вот теперь всем пока. Всем спасибо. Все супер и вообще... Ну а сегодня уже вторник, 17 число. И вы наверняка ждете розыгрыш, результаты розыгрыша. Я сейчас захожу на сайт, где будет проводиться этот розыгрыш. И все вам сейчас покажу. Итак, напомню, я со своими партнерами, сервисом по проведению розыгрышей YouTube Gift провожу конкурс на своем канале. Участниками могут быть все, кто подписался на мой канал, на канал YouTube Gift, оставил комментарий под тем видео с розыгрышем, которым указал обратную связь. И вот сейчас я буду проводить этот розыгрыш. Итак, нажимаем кнопочку провести. Начать. И у нас есть три победителя. Проверяем. Сгенерировать. Победитель найден. Так, Рита Лук. Проверить условия. Проверить условия. Так, комментарий. Посмотрим. Есть комментарий и есть обратная связь. Аж три комментария оставила она. Молодец. Так, подписка. Нет подписки. Рита. Ну как же так? Ты не подписалась на какой-то из каналов. На мой. И на канал партнера. Так, Рита, к сожалению, ты не выиграла. А могла бы. Видишь, тебя выбрал. Так. Следующий победитель у нас Зе Халикова. Зина Халикова, наверное. Так, проверяем условия. Комментарий. Есть. Почту оставила. Смотрим. Подписка. Есть. Лайк это было необязательное условие. Это, ну как бы, я просто проверяю для своего интереса. Ну, я не оглашала такое условие. Ну, хотя лайки ставьте. Мне будет приятно. Следующий. Так, Наталья 195. Вот она. Проверяем условия. Комментарий поставлен. Обратная связь есть. Подписка. Ну, давай. Подписалась на канал. Я надеюсь, что ты подписалась на наши каналы. Подписалась. Молодец. Проверяем лайк. Лайк не поставила. К сожалению. Но, все равно, Наталья у нас выиграла. Значит, два победителя есть. И сейчас нам нужно выбрать еще одного победителя. Так, вот у нас два победителя есть. А вместо Риты мы выбираем другого победителя. Так, проверяем. Комментарий. Есть. Обратная связь есть. Так, смотрите. Вот так вот не пишите имя, фамилия, ВК. Нужно оставлять прямую ссылку на себя ВК. Но есть Инстаграм. Так, хорошо. Проверяем. Подписка. Нет подписки. Возможно, на мой канал ты подписалась, Елена. А на канал партнера нет. Внимательно. Нужно слушать условия конкурса. Тем более, в описании я дополнительно все расписала. Значит, выбираем еще одного победителя. Любовь. Проверяем. Комментарий. Так, участвую. Ну вот, смотрите. Мы вас не найдем. Потому что по запросу Любовь Артю Ну, возможно, Артем, Ева. Возможно, не так и много будет людей. Давайте проверим. Подписка. Нет подписки. Не подписано. Выбрать другого. Генерировать. Аня. Проверяем. Давайте проверяем сразу подписку. Есть подписка. Ура. Так. И Инстаграм есть. Все. Ура. У нас есть три победителя. Отлично. С вами свяжутся в течение суток. Итак, Наталья 195, Зе Халикова и Аня Невмержицкая с вами свяжутся в течение суток и договорятся, как вам перевести деньги. Как вам удобнее и когда их получить. Я поздравляю наших победителей с выигрышем. Я очень рада. Огромное спасибо моим партнерам сервису по проведению розыгрыша YouTube Gift. Очень удобный сервис. Все быстро, просто, главное, честно. Буду ними дальше пользоваться. Кстати говоря, скоро на моем канале еще один конкурс. Уже с призами. Очень классными призами. Так что не пропускайте мои видео, чтобы не пропустить этот конкурс. И попытать свою удачу еще раз. А на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Вот так надо сказать. Давай. Да. Давай, приготовьтесь. И подписывайся на канал ВВиктория.